Всем привет, меня зовут Антон, я андроид-разработчик компании DataArt. Я те самые 10 процентов, за которые сейчас буду держать кулаки, наверное, в DataArt, как сказала Аня. Вот, одну секунду. Сегодня я хочу с вами поговорить про использование паттерна MVVM под Android. На самом деле хочу сказать о том, что, честно вам признаюсь, очень трудно говорить про достаточно избитую тему. Тем не менее я попробую. Попробую рассказать немножко теории, попробую рассказать о той практике, с которой пришлось столкнуться. Какие подводные камни, возможно, кого-то заинтересует, кому-то, возможно, это пригодится. Итак, с чего все началось? Началось все с того, что есть у нас замечательный такой паттерн MVC. И очень многие долги думали о том, как бы так его оптимально приспособить для того, чтобы можно было писать приложение с интерфейсом пользователя. И есть такой умный человек, который мы все любим, дядька такой Мартин Фаулер, который в своей работе до 2006 года под названием GUI Architectures рассмотрел паттерн, который впоследствии будет назван MVP. Рассмотрел несколько его реализаций, рассмотрел плюсы, преимущества, недостатки. Когда мог больше использовать, акцентировал внимание о том, что это по сути вариация MVC только под UI. В принципе, с этого времени, можно сказать, началось год рождения этого паттерна. Вот я здесь оставил ссылочку на эту статейку. Там, если кому-то будет интересно, там достаточно детально рассмотрено. Мы же рассмотрим это не так детально, только базовую концепцию. Итак, в этом паттерне у нас что мы видим? Мы видим три уровня абстракции. Как бы классика, классическая картинка с тремя квадратиками, которую как бы все мы уже видели не раз. Это наша вьюшка, некий презентер и модель данных. Вьюшка – это как бы интерфейс пользователя. Она отвечает за то, чтобы показывать какие-то пользовательские данные, за перехват каких-то пользовательских действий, посылает презентеру сообщение о том, что пользователь сделал какие-то действия. В свою очередь презентер посылает сообщение вьюшке о том, что необходимо обновить какие-то данные, чтобы показать ее. Презентер – это, собственно говоря, та сущность, которая содержит в себе нашу всю бизнес-логику работы с UI. По крайней мере, с UI так точно. И модель – это ваши модели из предметной области, которые отображают знания или данные предмета области приложения, которое вы пишете. То есть ничего здесь особого нету, все это достаточно известные вещи. Теперь попробуем посмотреть на это с точки зрения того, как бы можно было бы это реализовать в Android. Напишем такой свой небольшой велосипедик. Вот у нас есть модель нашей вьюшки. Просьба не путать эту модель вьюшки с той вьюшкой, которую мы видим на экране. То есть в данном случае роль нашей вьюхи – это некая абстракция представления того, как будет работать интерфейс, как он будет взаимодействовать. То есть у нас есть некое обобщение поведения нашей вьюхи. Она не отвечает за то, как конкретно она будет отображаться. Она отвечает за то, как конкретно эта вьюшка возможно будет себя вести или не будет вести. То есть такое. Вот. Есть у нас презентер, который получает ссылку на реализацию нашего интерфейса, который взаимодействует с моделью нашей вьюшки при необходимости, инициализирует ее, как в одном простом примере, вызывает все ее сообщения при необходимости, посылайте какие-то сообщения. Все взаимодействие происходит как бы напрямую. То есть у нас есть реализация вьюхи, мы дергаем ее методы и получаем какой-то результат, соответственно. И вот наши activity. Ну в данном случае это может быть не только activity, а какой-нибудь фрагмент. Это может быть вьюха какая-нибудь кастомная. Ну я взял пример с activity, например. Здесь вы берете, делаете реализацию вашего презентера. Собственно говоря, вот он. Вы скармливаете ему ссылку на реализацию, я прошу прощения, на реализацию вашей вьюхи. В данном случае реализация вьюхи выполняет роль activity. И напрямую взаимодействуете с презентером, то есть вызываете его необходимые методы какие-то. Презентер, соответственно, вызывает методы, которые реализованы внутри вашей activity, потому что она является реализацией модели вашей вьюхи. Вот как-то вот так это взаимодействует. И это уже неплохо с моей точки зрения. Почему неплохо? Потому что мы уже вынесли ту логику, которая до этого у нас была в activity, связана с какими-то экшенами, с какими-то действиями пользователя, с какой-то обработкой данных, мы уже декомпозировали логику и вынесли ее в некую дополнительную сущность. И эту сущность мы уже можем протестить, например, обыкновенным юнитестированием. И это будет гораздо лучше, чем если бы мы тестировали нашу UI функциональность с помощью какого-нибудь там, не знаю, работеума, запускали бы эмуляторы или еще что-то. Так намного проще с моей точки зрения. То есть мы декомпозировали логику, мы взяли всю нашу логику из activity, которая до этого была контроллером, вынесли в новую сущность presenter. Теперь мы эту сущность presenter можем спокойно протестировать, не создавая никаких контроллеров, не создавая никаких вьюшек. И это уже совсем неплохо с моей точки зрения. Опять же, можно этот код допытно улучшить. К примеру, вот здесь вот можно, например, использовать какое-нибудь инжектирование, чтобы не сделать никаких сущностей. Вы можете использовать какой-нибудь, не знаю, там dependency injection framework по типу RobotJuice или Dagger или Dagger 2, и тогда еще вот эта вот некрасота, наверное, тоже пропадет. Тем не менее, как бы тоже люди думали, вот MVP совсем неплохо, очень даже хорошо местами, а можно ли как-то сделать все это дело лучше? Думали, думали, думали и таки придумали. И первым до этого, как ни странно, додумался Microsoft. Вот. И придумали они паттерн MVVM, ModelView, ViewModel, который очень-очень любят .NET разработчики. Оно есть в Silverlight. Такая достаточно удобная концепция, этот MVVM, по большому счету для себя я его открыл тогда, когда попытался написать первое Windows Phone приложение, если честно. До этого я не знал, что есть такой паттерн, знал, что есть MVP, MVC, а вот MVVM не знал. Вот. Также реализация этого паттерна может, она находится в AngularJS. Я думаю, здесь есть много веб-разработчиков, которые пользуются этой библиотекой. Вот. Поэтому для .NET разработчиков, для AngularJS разработчиков, в принципе, ничего нового. Опять же, в этом паттерне нет. Они им пользовались и, наверное, знают очень много преимуществ в нем. Как бы давайте поговорим о различиях между MVP и MVVM паттерном. MVVM паттерн позволяет связывать вам элементы вашей view с некой view-моделью. При этом ваша view-модель является абстракцией одновременной представления и как бы логики, если так можно сказать. У вас есть некая модель вашей view-хи, которая содержит некие поля, соответствуют которые интерфейсу пользователя. У вас есть view-модель, которая содержит такие же самые поля, только в области предметной. И у вас есть ваша модель. Фишка заключается в том, что благодаря механизму связывания биндинга, как только какие-то данные в модели изменятся, view-модель, в отличие от просто презентера, может сообщить вьюшке о том, что данные изменились. Причем не просто сообщить, она отвечает за то, чтобы данные гарантированно менялись. И она за это отвечает. И все это чудесным образом работает благодаря механизму связывания, то есть благодаря механизму биндинга. Давайте теперь посмотрим, какие есть реализации, по крайней мере, под Android, которые мне понравились. Я для себя отметил вот три основных реализации и потом в конце мы с вами поговорим про Android Data Binding. Вообще такая ремарка, как вообще все начиналось. Был некий проект, в котором было целесообразно в рамках того, чтобы стабильный проект себя вел, чтобы проще можно было тестировать, чтобы он был гибче, нам понадобилось вывести всю логику из нашего контроллера в некую дополнительную сущность, для того, чтобы масштабируемость была выше, тестирование было выше. И проведя небольшой ресерч между этими тремя реализациями, была выбрана одна из них. И уже все было на мази, уже мы готовы были ее прикручивать, по крайней мере, такие были идеи. Как проходит Google I.O. И Google говорит, ох, ребята, мы так подумали, вот есть Android Data Binding. Вот вам большой сюрприз, давайте теперь кое-что в вашей жизни изменим. После этого мы решили отложить наше решение и теперь мы пристально следим за развитием Android Data Binding. Об этом мы все еще поговорим. Но это такая небольшая ремарка, как бы предыстория. А рассмотрим мы для начала RoboBinding. Вообще потрясающая вещь, как по мне. Одна из самых лучших из этой области под Android. Почему? Потому что вот, не знаю, мне нравится, когда вот есть некая идеология, она вот как-то описана. Есть решение, которое этой идеологии, ну если не строго следует, ну вот если не знаешь теорию, что такое MVP, то изучив, как работает RoboBinding, ты прекрасно поймешь, что такое MVP, например. Ну как в книжке, так и реализовано, грубо говоря. И это очень хорошо. То есть это одно из преимуществ, как по мне. Помимо прочего, помимо прочего, RoboBinding, он еще основан на использовании генерации кода на этапе прекомпиляции. То есть весь процесс биндинга, который происходит в проекте, он происходит не в процессе выполнения, а на этапе предварительной компиляции кода. То есть все свяжется, после чего только скомпилируется и будет все у вас хорошо работать. И это неплохо тоже, потому что производительность вашего программы в процессе выполнения не уменьшается. Теперь от такого обзора и теории перейдем к практике. Начнем мы с установки. Установка такая достаточно непростая, с моей точки зрения, потому что RoboBinding требует для своей работы Android Annotation Processing Toolkit, потому что, как я уже говорил, принцип основан на том, что генерируется код на этапе при компиляции. И генерируется он на основе дополнительных аннотаций, которые содержатся в фреймворке и которые надо кем-то бы обработать. Вот этим как бы занимается Android Annotation Processing Toolkit. То есть вы подключаете его, потом указываете ему зависимость, указываете зависимость в вашем проекте и после этого можно как бы пользоваться RoboBinding. Честно вам признаюсь, у меня получилось подключить этого раза со второго. Может звезды так стали, может еще что-то, но непростая такая задача. Может как бы у кого-то получится быстрее. То есть все работает, все нормально, можно жить, но пришлось потанцевать с бубном, честно говоря. Вот. К сожалению, не знаю, видно ли на дальних рядах, я просто не знаю, как это сделать еще читабельнее. Вот. Но тем не менее, что мы здесь видим? Мы видим здесь модель нашей вьюхи. Несмотря на то, что эта модель проаннотирована аннотация Presentation Model, не знаю почему, тем не менее, это именно ViewModel в концепции паттерна MVVM, по сути. Это обыкновенная модель, подживая модель, которая содержит в себе поля, которые впоследствии будут замаплены на вашу вьюшку. Я дальше покажу, как это будет сделано. И для того, чтобы ваши данные отображались в двухстороннем порядке, вам необходимо имплементировать еще интерфейс hasPresentationModelChangedSupport. Вот. Где в методе getPresentationModelChangedSupport вы просто должны вернуть реализацию ChangeSupport, который будет вам менять ваши данные. Вот. Что мы здесь видим? Здесь мы видим два поля, как бы стринговые, отвечающие за то, что они будут содержать имя, фамилию. И видим как бы доступ к этим полям. Я прошу прощения. Помимо прочего, помимо прочего, здесь еще есть метод, который будет отвечать за взаимодействие с пользователем. Как это все будет работать, мы по ходу дела с вами разберемся. Сейчас для нас важно, что у нас есть моделька, которая содержит поля, содержит способы доступа к этим полям, может сделать так, чтобы наши поля при их изменении как-то отображались на нашу вьюшку. В самой вьюшке мы используем кастомные атрибуты для того, чтобы можно было связать поля нашей модели с какими-то конкретными UI-контролами. Для того, чтобы все это заработало, мы подключаем дополнительный namespace. Вот он как бы подключается. После чего мы указываем кастомные дополнительные поля к нашим контролам. То есть, к примеру, вот что мы здесь видим? Мы видим, вот у нас есть user last name, который будет как бы отображаться или считываться из этого эти текста. И мы видим вот здесь вот user last name. И мы видим доступ к этому user last name. Собственно говоря, вот как бы и все. У нас есть модель, которая содержит данные. И у нас есть юшка, которая знает, как она будет мапить наши данные из модели внутри самой себя как-то. Помимо прочего, мы еще можем обрабатывать данные пользователя. То есть, у нас есть тут bindonclick, содержащий имя метода. И вот у нас метод с таким же самым именем, который будет вызван после того, как вы нажмете на эту кнопку. Вот так это все работает. Но возникает вопрос. Все замечательно. Есть у нас модель, есть у нас наша вьюха. Каким образом модель знает о существовании вьюхи, каким образом вьюха знает о существовании модели. Кто нам реализует наш процесс биндинга? Нам надо некое чертоня Максвелла, которое за нас сделает всю эту грязную работу. В случае робобиндинга это так называемый биндер. Наш класс, вокруг которого все крутится. То есть, вы ему просто скармливаете ваш лайаут, в котором контролы содержат кастомные поля, и вы ему подсовываете вашу реализацию вашей модели. Вот эту модель вы сделали, скормили ему. Все. Он связал ваши контролы с полями внутри этой модели. И теперь, дернув какой-нибудь сеттер, геттер, или просто записав данные в поля вашей модели, вы фактически сделаете так, что поля данные эти отобразятся на вашей вьюхе. То есть, как бы все просто. Во-первых, нет никаких find view by ID, и это уже неплохо. Во-вторых, вы как бы не отвечаете за то, с чем конкретно вы взаимодействуете. Для вас есть только абстрактная модель, в которой вы можете писать, читать, и вас абсолютно не волнует, как все это будет работать. Это тоже очень хорошо. Вы можете поменять интерфейс, и даже об этом здесь и не узнать вообще никогда. Теперь поговорим о том, как конкретно это работает. То есть, вот у нас есть некий экшен. Когда пользователь нажмет по этому, по некому вот этому контролу, в нашем случае кнопке, вызовется вот этот вот метод, который будет под биндингом до этого. И здесь у нас есть прекрасная реализация presentation model change support, о котором мы говорили до этого. Зачем она надо? Она надо для того, чтобы отображать состояние вашей модели на вашу вьюху. То есть, вот здесь вы говорите, эй, там, change support, возьми, пожалуйста, вот это property, обнови, пожалуйста, который называется user full name. Оно такое, так, user full name, ага, это здесь. Так, где его взять? Ага, взять его с помощью вот этого вот гетера, который нам берет, собственно, раскладывает вот эти вот значения этих полей и отображает вот сюда. Вот таким образом это работает. То есть, вы взяли, поменяли состояние ваше поле в вашем, в вашем модели, оно отобразилось здесь. Вы дернули какой-то метод, оно нашло этот метод, соответственно, здесь забинденный и вызвало вот это свойство вот этого вашего change support для того, чтобы можно было менять состояние вашей контролы, в вашей вьюхе. Это как бы круто, очень все просто, очень прозрачно, никакого космоса, в отличие от того, много есть реализации этого паттерна, но мне понравилось, что здесь все, по крайней мере, просто. И документация хорошая, и отображено классно, то есть, все прозрачно, как по мне, опять же. То есть, из плюсов то, что у нас есть двустороннее связывание. То есть, вот здесь, если мы посмотрим, у нас есть знак доллара, который означает, что при изменении данных в модели они будут отображены во вьюшке, и при изменении данных во вьюшке они будут так же самое у вас спроектированы в модели. Вот знак доллара поставили, этим самым себе жизнь хорошую обеспечили. В случае, если знака доллара нет, это значит, что только, короче говоря, из модели будут данные отображены во вьюшку, но не наоборот. То есть, концепт двухстороннего связывания рабобиддингом поддерживается, и поддерживается очень просто. Работает оно на основе генерации кода, то есть, на этапе предварительной компиляции, на основе тех аннотаций, которые вы растыкали в вашем классе, будет сгенерирован необходимый код, после чего он будет скомпилирован, то есть, на этапе выполнения никаких запутательных затрат вам не потребуется. Опять же, помимо того, что вы можете биндить простые данные, простые поля, стринги, инты, вы можете также само биндить еще и списки, и это здорово, как по мне. И помимо того, что вы можете коллекции биндить, ну, списки я имел в виду, оно поддерживает работу с листвьюхами, то есть, вы можете забиндить какую-то коллекцию на листвьюху, и все будет очень хорошо работать, по крайней мере, у меня работало, если честно. Вот. Есть недостатков. Недостатков. Недостатка в том, что хотя со списками работает, с RecycleView не работает, по крайней мере, пока еще не работает. Может, кто-то скажет, что это не недостаток, ну, как бы, ну, и RecycleView, ну, и ладно бы, потому что, ну, не во всех проектах его можно использовать, хотя желательно, ну, как бы такое. Но я для себя это отметил как недостаток, тем не менее. Также сама проблема у нас с compatibility-библиотекой, потому что связывание построено на основе кастомных атрибутов, поэтому если у нас идут контролы из compatibility-библиотеки и вы в него пытаетесь добавить кастомный атрибут, ну, в данном случае почему-то работает не всегда и работает очень плохо, если честно. На сайте робобиндинга там все баги эти заведены, не знаю, наверное, ребята их фиксят, честно говоря, я не слежу за процессом, вот, но я думаю, что фиксят на самом-то деле, потому что библиотека развивается, развивается достаточно динамично. Вот. Следующая библиотечка ng-андроид, которая мне понравилась, она как бы основана на идеологии AngularJS, но только на идеологии, потому что реализация чисто джавашная, то есть никакого джаваскрипта здесь в проекте нет. Работает оно очень похоже на робобиндинг. За тем простым исключением, что, во-первых, импорт очень простецкий, все заработало с первого раза, танцы с бубном не нужны, все хорошо, за что большой профит создателям ng-андроид. Во-вторых, вот ваша модель, она практически ничем не отличается, это обыкновенные какие-то данные, которые хранятся, способы доступа к данным и нету как бы экшенов. Экшены поддерживаются, но не в таком виде. Точно так же самое layout, отличие минимальное, точно так же работа построена на основе кастомных атрибутов, подключили нужный нам namespace и замапили модель с именем атрибута внутри этой модели. Модель, имя атрибута, модель, имя атрибута и есть поддержка событий, пользовательского интерфейса, но об этом потом. То есть различие на данный момент минимальное. Модель, способы маппинга модели на вьюшку, все хорошо. Вот различия начинаются у нас вот здесь. То есть у нас есть некая activity, опять же, здесь может быть фрагмент, может быть вьюшка, это совершенно не важно. Важно то, что оно есть. Проаннотировали соответствующую аннотацию ng-scope для того, чтобы ng-android знал о том, что эта вьюшка должна содержать в себе биндер. Об этом тоже поговорим. То есть проаннотировали соответствующим классом, инжектировали зависимость от вашей модели. После чего все просто, опять же, начинается. Вы скормили вьюху, вы скормили данные и все. На этапе работы включается инжектор внутри ng-android, который выполняет необходимое инжектирование всех зависимостей, а также их настройку. То есть инжектировала зависимость, выполнила необходимую настройку в зависимости от этого, в зависимости от этого, в зависимости от того, что написано здесь и настроила. То есть если в робобиндинге мы напрямую указывали вот, пожалуйста, создай нам вот тебе вью-модель, вот ее реализация будет создана здесь, вот тебе класс биндер, пожалуйста, вот тебе вьюшка, вот тебе модель, все связал, все, ты просто молодец. То есть здесь на этапе работы у нас в процессе выполнения используется dependency injection, который подсовывает нужную реализацию в зависимости от того, какая у нас реализация есть, который выполняет биннинг прямо в процессе инжектирования. То есть это влияет, конечно же, на производительность работы вашего приложения, если вы будете использовать NG Android. Но тем не менее ребята, создатели, они слезно клянутся, что впоследствии они добавят поддержку генерации кода на этапе прекомпиляции, как в робобиннинге. Тем не менее на данный момент это не так. На данный момент у нас используется dependency injection на этапе выполнения, а также параллельно с этим, или можно сказать параллельно, одновременно, то есть у вас биннинг и dependency injection выполняют одна сущность на самом-то деле. То есть все, взяли, сделали биннинг двусвязный. Здесь опять же у нас есть обработчик события. За реализацию этого обработчика в нашем случае будет отвечать наше activity. То есть у нас есть метод update user, название которого опять же совпадает с тем полем, которое вы указали здесь, с названием, которое я прошу прощения, указали здесь. Просто его реализация из view модели перемещается в нашу activity в данный момент. Ну а дальше все просто. Вы нажали на кнопку, у вас взяли из вашей view модели какие-то данные, которые автоматически за счет двусвязанного биннинга подтянулись из вьюшки, поместили в переменную, поместили в переменную, сеттером за нужные данные поставили, оно в view модель поместилось, биннинг сработал, данные из вашей view модели отобразились на вашу вьюшку. То есть концепция работает четко как по книжке на самом-то деле. То есть очень все здорово, очень хорошо, но за счет того, что здесь нет генерации кода, и работает оно все в процессе выполнения, то есть инжектирование зависимости на процессе выполнения, то производительность, конечно, вашей программы будет чуть поменьше. И помимо этого, оно также, библиотечка развивается, классная, динамичная, моднявая, помимо моделей, кликов, она поддерживает лунг клики, чейнджи, дизейблы, много чего поддерживает. Библиотека активно развивается, вот эта штука, директивы расширяются все больше и больше. Когда добавят, наверное, генерацию кода, вообще будет хорошо. Ну, тем не менее, мне она очень понравилась. Понравилась прозрачностью, понравилась простотой, понравилось то, что есть dependency injection, меньше кода, уже неплохо. Как бы есть двунаправленное связывание, проект активный, стильный, модный, молодежный, развивается, люблю, когда развивается. Ну и это же является минусом. То есть если все у вас активно развивается, я бы, честно, не рекомендовал бы это использовать на продакшене. Потому что одно дело, когда оно все развивается, вы там делаете какие-то там домашние велосипеды или какие-то свои маленькие стартапы для Google Play, и совсем другое дело, когда за это можно получить по рукам на каком-нибудь проекте на работе. Поэтому советую использовать, но использовать аккуратно и в качестве каких-то экспериментов пока что. Ну и опять же, нет поддержки списков никаких. То есть, наверное, это тоже такое ограничение. Я думаю, что со временем оно добавится, но пока его нет. Биндроид – это еще одна реализация, о которой бы хотелось поговорить. Она такая в корне отличающаяся, потому что нету кастомных полей ваших UI-атрибутов. То есть нету сущности, которая связывает вашу вьюшку с полями вашей модели. Вместо этого у вас есть trackable field, который находится внутри вашей модели. Ваши все поля данных должны быть trackable field дом. И это сделано для того, чтобы, когда вы измените какое-то поле, это поле было бы изменено на вашей вьюхе. То есть здесь реализован как бы паттерн-обзервер, который следит за тем, что данные поменялись, данные надо обновить. То есть дополнительная сущность такая появилась. Ну как бы казалось бы, ну и что тут такого? Ну появилось и появилось, жить-то можно, делов-то на копейку, а нет, потому что связывание происходит вот таким вот интересным в кавычках образом. То есть вам необходимо вручную взять, связать каждое поле из модели, с конкретной его реализацией внутри вашей вьюхи, причем по FindView by ID. Можно, конечно, улучшить себе жизнь, можно использовать баттерн-найт для того, чтобы от этого вот FindView by ID избавиться, можно Android аннотейшн использовать для того, чтобы тоже от этого избавить. Тем не менее, тем не менее, есть еще одна такая проблема, которая мне не понравилась. Это нету, конечно же, у вас проверки на этапе компиляции. То есть у вас поле называется, к примеру, там user last name. Вы вот тут ошибку допустите, last name. Все прекрасно скомпилируется, но в процессе выполнения произойдет у вас exception. И поскольку Stacktrace будет очень веселым при использовании робобиннинга, вы будете долго искать, где и чего вы ошиблись на самом-то деле. Это серьезный недостаток, как по мне. То есть, опять же, возможно, кому-то будет это интересно, возможно, кому-то пригодится, возможно, кто-то не любит кастомные поля у юальных контролов, возможно, кому-то не нравится dependency injection, возможно, кому-то не нравится подключать лишних зверей в виде Android annotation processing toolkit, которые тормозят в процессе генерации кода. Ну, не тормозят, а жрут дополнительные ресурсы. Может, кто-то любит, чтобы быстро все компилилось и быстро все работало. Ну, пожалуйста, биндроид, только тогда надо будет писать чуть-чуть подольше. Ну, и как бы из плюсов. Есть двунаправленное связывание. Оно поддерживает нормально compatibility библиотеку, потому что нет у нас кастомных полей, как бы, ну, чего бы ему не работать. Ну, работает, все хорошо. Нет поддержки генерации кода. Ну, нету. Может, люди есть, которым нравится, что компиляция быстро проходит. Нет проверки во время выполнения, на этапе компиляции. Ну, такое дело. Надо быть внимательным. Может, оно приучает к внимательности. Ну, и, как по мне, достаточно слишком много кода, для того, чтобы можно было сделать связывание. Тем не менее, оно есть, как бы, и этим можно пользоваться, и оно работает, и оно такое бронебойное. То есть, оно работает. Если вы все сделали хорошо и правильно, оно у вас работает. Тут с этим не поспоришь. Вот. Вот, как бы, три реализации, которые, на мой взгляд, были более или менее нормальными, адекватными, юзабельными и могли помочь серьезно. Пока не наступил 2015 год весна, Google IO 15, на котором Google показал, что есть такая штучка Android Data Binding, который на данный момент, к сожалению, доступен только как бета, но, тем не менее, возможно, этой осенью он уже бетой быть перестанет. Опять же, ходят такие слухи. Вот. Что же это такое за зверюга? Ох, у него, конечно, возможностей много, но в данном случае, и это, наверное, тема все-таки отдельного доклада, но поскольку мы здесь говорим о MVVM, то, наверное, сосредоточимся только на этой его отдельной возможности. Что у нас здесь получается? Мы подключаем наш Data Binding. То есть, настройка достаточно простая, только надо вот оговориться, что поскольку оно еще сырое, и в режиме бета наш Data Binding в Android, то Android Studio, ну, по крайней мере, и моя, не поддерживает с ним нормальную работу. А это значит, что когда вы будете подключать его, например, в XML, или не 100-500 у вас ошибок будет, все будет ругаться, вы будете браться за голову, но все работает, все хорошо на самом-то деле. То есть, не переживайте, все плохо, но неплохо. Что мы видим? Мы видим модельку. Она такая же самая, как у нас была до этого, ничего не космического нету. У нас есть те же самые поля, у нас есть методы доступа к этим полям. Мы видим лаяут, мы видим вьюшку нашу. Здесь уже изменения есть, и они уже серьезные. Во-первых, корневым узлом теперь у нас будет являться так называемый лаяут. Опять же, когда вы это напишите, вы увидите вообще все это страшно красным подчеркнуто, все неправильно, вообще все неправильно, но все правильно, все работает. Вы подключаете вашу дату, вот здесь вот в тегах, указываете модель вашу, указываете, как она будет называться, namespace, и, собственно говоря, дальше вы просто-напросто, как и до этого, мапите данные на поля вашей модели. В данном случае это user name, о, да, извините, user full name, user first name, user last name, и, соответственно, у вас же есть точно такие же самые поля внутри вашей модели. То есть, опять же, все прозрачно, ничего космического нету. Есть модель, есть поля, есть механизмы, которые позволяют замапить поля вашей модели, на поля внутри вашей юайки. Разница заключается в том, что теперь у вас корневым узлом является layout, а кроме самого layout у вас еще есть секция с данными, где вы должны указать, какую модель вы используете. Моделей может быть 100-500, не обязательно только один юзер. Тут может быть, там, не знаю, там, юзер, может еще какая-то карточка, еще что-то. Неограниченное количество моделей можно здесь быть. Главное показать, какие поля и с какой модели у вас будут мапиться. И это как бы важно. Есть у нас onclick, но он как бы в случае activity никуда и не исчезал. То есть, это обыкновенный onclick для activity. Просто он перекочевал в нашу модель вьюшки. То есть, то, что раньше можно было написать в activity, эй, activity, а вот пускай у меня на кнопке будет onclick, и это обработчик событий называется вот так вот, а в activity вы пишете вот такой вот метод публичный, который передаете вьюшку, то теперь этот же метод, собственно говоря, перекочевал в вашу модель, и все будет чудесным образом работать. С одной стороны, ничего космического, с другой стороны, небольшое такое изменение есть. Вот. И в activity в нашей тоже минимальные изменения. Вы взяли, сделали модель данных, вы с помощью биндинга подвязали вашу вьюху и модель данных, и теперь, когда вы будете изменять какие-то значения внутри вашей модели данных, эти данные будут изменяться внутри вашей вьюхи. Соответственно, если вы что-то измените внутри на вашей вьюхе, то изменения будут доступны в нашей модели. Опять же, для этого используются вот такие вот штуки, я их собаками называю. Для двухстороннего биндинга вот сюда собаку ставим, и изменения, они отображаются в две стороны, в противном случае только в одну сторону. Вот. То есть работа такая же прозрачная, точно так же нормально, можно сказать, каноническая реализация паттерна MVVM, очень похожа на то, как работает и биндроид, и ng-андроид, то есть все хорошо. Но, помимо того, что в датабиннинге у нас есть возможность реализовать MVVM паттерн, тут еще есть много няшек всяких хороших. Почему я говорю, что датабиннинг, это, по сути, это, наверное, тема для отдельного доклада, потому что то, что я взял, это такая вот вершинка айсберга, она не раскрывает всех возможностей, потому что еще есть дополнительный язык выражений, который вам позволяет писать такую примитивную логику прямо внутри вашей вьюхи. Главное, не переусердствовать, чтобы логика во вьюшку не перешла, а то иначе будет очень интересно, наверное, разбирать кому-то потом. Но, тем не менее, язык выражений позволяет вам делать вот такие упрощения в зависимости от состояния. Вы можете подхватывать разные обработчики, вы можете форматирование делать, то есть очень удобно и очень здорово. Вы можете дополнительно импортировать любые классы. Например, вот вы вьюшку импортировали, и вот дальше вы можете свойства этого класса использовать в каких-то своих выражениях. Тоже очень хорошо. Поддержка ресурсов, а пожалуйста. Вот тоже написали выражения, указали, какие ресурсы брать, все чудесным образом работает. Поддержка коллекции, списки, мапы, все тоже очень хорошо. Можно создавать кастомные бины, и можно там еще и перечислять, вот туда оно уйдет куда-то, много чего есть. И, честно говоря, мне очень понравился комментарий одного Android-разработчика у нас в Днепре, который, скинув вот это мне, говорит, я думаю, что очень скоро нам всем придется заново переучиться программировать под Android. Такая интересная фраза. Наверное, он прав. Я думаю, нас ждет очень интересное будущее, и всем Android-разработчикам придется заново учиться программировать под Android. Вот. Достоинства как бы. Официальная библиотека от Google. Есть генерация кода, есть проверка во время компиляции. Очень просто и прозрачно. Мне так, по крайней мере, кажется. Я уверен, что это рано или поздно, ну, это рано, станет новым стандартом создания Android-приложения. Я почти в этом уверен на 100%. На данный момент нет пока полноценного двунаправленного связывания. То есть оно как бы есть, но его как бы нет. Оно не работает на данный момент хорошо. Ну, бета-версии, наверное, давайте их простим за это. Я уверен, что это первое, что будет работать полноценно в ближайшем будущем. Нет поддержки IDE. И как результат, очень много ошибок в Android Studio. Но все компилируется, все запускается, все работает. С танцами, с бубнами, но работает. Если кому интересно, и он хочет подключить, он не пожалеет об этом. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Вот. После того, как выпью структурированный воды компании «Водолей», заряженный. Пожалуйста, у вас вопросы. Добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот в робо-биндинге, как динамически менять лояут или добавлять слушателей и вообще работать с этим? Насчет динамического изменения слушателей, честно говоря, я не знаю. Насчет динамического изменения лояута не могли бы вы уточнить свой вопрос? У вас есть биндинг, в котором вы можете подвязывать, какая моделька будет, на какую вьюху мапиться. Вы можете создать несколько реализаций таких биндингов. Вы можете написать какую-то логику, в зависимости от которой вы будете использовать разную реализацию этих моделей. Но тут надо быть просто аккуратным. То есть сам работа, робо-биндинг, он может таких возможностей, которых вы, верите, не поддерживает. То есть вы взяли, сделали вьюшку, вы взяли, сделали для вьюшки модель, но за то, чтобы эта модель с этой вьюшкой работала, вы должны разные, ну это разные биндинги за это будет, по сути, отвечать. Вот, понимаете? Я понял. Спасибо. Еще вопросы? Да, здравствуйте. Первый вопрос. Как работает биндроид с коллекциями? Вы ничего по этому поводу не сказали вроде бы. Биндроид, одну секундочку. Это вот эта штука? Да. Ну, если честно, то я, наверное, тут даже не знаю. Тут есть, я знаю, есть trackable field, они поддерживают стринги и примитивы есть. Возможно, есть и списки. Я не знаю, честно говоря, добрать вам не буду. И второе, где именно вот в layout, допустим, item, при списках, ну вот, допустим, когда в адаптер подключаем, указывать именно вот этот вот текст, то, что биндинг, это в самом item указываем. А какой реализации вы спрашиваете сейчас? Ну, допустим, вы, наверное, последний, андроид биндинг, практически последний слайд. Покажите. Андроид биндинг. Вы имеете в виду преимущество, то, что есть поддержка списка? Вот в этом вы имеете в виду? Нет, нет, нет. Именно андроид дата биндинг. Там было указано, что есть поддержка коллекций. А, вы, наверное, про вот этот вот кусочек. Одну секундочку. Прошу прощения. Вот вы про вот это место? Да. И там указано, что это какой-то индекс, элемент массива. Это именно в самом item устанавливается. Да. Ну. И этот массив… Вы можете вот… Извините, я вас перебил. Вы можете вот здесь вот в дате указать variable, который вы можете передавать индекс при необходимости и можете подвязывать ваши данные. То есть у вас есть список, и вы можете передавать во вашу вьюшку какой-то индекс, например. Как вариант, опять же. А что будет, если это, допустим, рейлист, который генерится в процессе работы приложения? Честно говоря, я так глубоко еще не копал. Таких экспериментов я с бета-версией дата биндинга не проводил. Я еще нахожусь на этапе изучения всех возможностей этой штуки. Вот. Поэтому если у вас есть какие-то дополнительные сведения по этому поводу, я с удовольствием услышу их. Вы как-то пробовали экспериментировать с ней сами? Нет, нет. Нет? Ну вот смотрите, я пытал, ну опять же, скажите, я скажу, с простыми вещами все работает на ура. До списков я еще не дошел. Выражения я проверял, выражения работают, импорты работают, ресурсы, и с ресурсами я тоже работал. Со списками я на данный момент еще пока не работал. Я знаю, что так возможность есть. Почему я говорю, что андроид дата биндинг это вообще тема отдельного доклада, по сути, должна быть? На данный момент я пока не готов ответить на этот вопрос ваш. Я понял. Спасибо. Пожалуйста. У вас еще один вопрос? Спасибо. Пожалуйста, смотрите, сейчас HTML5, который позволяет делать очень много вещей, где, так сказать, когда все-таки целесообразно использовать нативное приложение, и когда целесообразно использовать HTML5? Я как андроид разработчик придерживаюсь следующего мнения. В случае, если вам необходимо, чтобы некий ваш продукт работал помимо онлайна, поддерживал работу в оффлайне, а также помимо прочего мог, ну требовался для своей работы, к примеру, там локация, я имею в виду там GPS-координаты, работу с какими-то возможностями телефона, сенсоры, допустим, или камера, лучше используем мобильное приложение. Я знаю, например, ой, да, да, мобильное приложение. Я знаю, например, есть мобильные приложения, я сам их даже писал, которые ничего не умеют делать, они получают JSON от сервака, они его показывают и на этом, и отправляют запрос на сервак. И как бы все. То есть я считаю, для таких приложений мобильной версии сайта более чем достаточно. Ясно, спасибо. Еще вопросы? Вот у нас есть вопрос. Ага, следующий будет, хорошо. У меня возник вопрос во время вашего доклада. Дело в том, что я тоже использовал в своих проектах MVVM, и мне показалось, что вы не очень четко разделяете, где вью-модель, а где модель. То есть, например, на первых слайдах, там, где вы рассказывали про робо-биндинг, было явно видно, где вью-модель, то есть у вас там были аналоги rise property change, там, вызовы специфических методов, а на последних уже слайдах, где вы биндили непосредственно юзера к модели, которая, к вьюшке, которая будет изменять его поля, это показалось, как будто вы биндите прям модель непосредственно к вьюшке, минуя логику вью-модели. И еще тоже связанный с этим вопрос, не противоречит ли паттерну то, что вы в Android Data Binding, последняя технология, которую вы показывали, вы упомянули, что там может быть список моделей быть при биндинге одной вьюшке. Мне кажется, что это противоречит паттерну. Да, это противоречит паттерну по той простой причине. Это было не в Data Binding, это было для робо-биндинга сказано, потому что особенность является то, что одна вьюшка, одна модель, но вопрос заключался в том, возможно ли сделать так, чтобы можно было динамически менять вьюхи с разными моделями. Вам никто не мешает это сделать, хотя идеологически это противоречит. Кто вам мешает сделать несколько реализаций вью-модели для разных вьюшек, например, и их каждую друг для друга забиндить, например. Ну, по паттерну ведь у каждой вьюшки есть отдельная вью-модель. Да, но вам никто не мешает взять вью-модель, сделать ее несколько реализаций, ну, несколько объектов сделать и для каждого объекта подвязать разную вьюху. Ну, вы нарушили концепцию. Нет, нет, вы именно показывали вот в последних версиях Android Data Binning, да? И вы говорили, что вверху, там где XML. Да, секундочку. А, нет, так одну секундочку. Здесь немножко не так. Здесь имеется в виду, что вы можете, ну, при необходимости, вы здесь можете указать сколько угодно моделей. Ну, опять же, если у вас есть необходимость сделать так, что у вас, например, есть модель пользователя, которая хранит данные пользователя, и у вас есть модель, которая хранит какие-то там данные, я не знаю, какой-то геолокации, и у вас, у вас экран разделен на две какие-то части, здесь у вас данные пользователя, здесь какие-то там данные локации, но вам никто, нет никаких ограничений. Вы возьмете здесь какой-то namespace user и используете модель user, и используете еще одну модель, и будете в каких-то контролах одни данные использовать, будете в каких-то контролах другие данные использовать. Насколько это разумно, это другое разговор. Но ведь это как раз для этого и нужна вью-модель, чтобы если у вас есть несколько моделей, вы их все используете на одной вьюшке, вы их объединяете во вью-модель, и она уже следит за их обновлением и так далее. И в вьюшке вы ничего не должны... Дело в том, что я просто хотел сказать, что Android.at.bin позволяет вам здесь указать сколько угодно моделей. Вам только надо подбиндить эти данные и указать из какой модели, после чего Android будет сам следить за тем, как ваши данные будут изменяться. Вот и все. Вот все, что я хотел сказать. Хорошо, понятно. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел узнать вообще с тестированием. Там стандартные средства используются? Или там еще что-то придумали? Ну, тут все зависит от задачи. Можете использовать стандартные. Я просто не понимаю немного. Можете использовать стандартные средства. Если у вас что-то такое кастомное, и вы хотите еще что-то прикрутить, какую-то библиотеку для тестирования, ну, прикрутите. Ну, требований никаким этим библиотекам нет? Нет. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Давайте поблагодарим нашего спикера. Спасибо. Продолжение следует...